Почечная терапия Напомню, что при трансплантации органа повышается риск появления меланома примерно в 2,5 раза. Как влияет хроническая болезнь почек на фармакокинетического препарата, в котором мы применим для лечения меланома? Таргетные препараты интенсивно метаболизируются, главным образом в печени, выводятся через кишечник и в меньшей степени через почки. Иммуноонкологические препараты подвергаются разрушению организма путем биодеградации, не выводятся через кишечник или почки и нарушение функции почек никаким образом не влияет на клиренс иммуноонкологических препаратов и в меньшей степени влияет на клиренс карбетных препаратов. Как вы заметили, пациенты с тяжелой и терминальной стадией хронической болезни почек, они не включались в исследование, поэтому по ним нет систематических данных. Тем не менее, есть ограниченные пропуляционные исследования фармакокинетики иммуноонкологических препаратов у пациентов с легким, умеренным или даже небольшим количеством пациентов с тяжелым нарушением функции почек. На основании полученных данных производители заявляют, что нарушение функции почек не влияет на клиренс иммуноонкологических препаратов и, соответственно, на эффективность и их токсичность. В синих квадратиках отмечены почечные миллитные явления, которые встречаются на фоне предъявления иммуноонкологических препаратов. К счастью, они встречаются не так часто. Как вы понимаете, данных по больным с терминальными нарушениями функций почек вообще нет. Поиск литературы привел меня к описанию ряда клинических примеров применения иммуноонкологических препаратов у больных с терминальными нарушениями функций почек. Напомню, это менее 15 мл в минуту. Здесь представлена серия из пяти пациентов с антистатической меланомой, двое пациентов на диализе, троим пациентам была проведена пересадка почки. Все пациенты получали эпилевума в стандартной дозе. Четверо пациентов из пяти ответили на лечение. У одного пациента из трех было отмечено отторжение трансплантированной почки. Среди другой значимой, заблудовавшей токсичности на фоне иммунотерапии, это сыпь третьей степени, это калит второй степени. Пациенты лечения некоторые приносили хорошо, у некоторых развивалась токсичность. Что касается примера клинического, вашему вниманию представляется, мужчина пожилого возраста, мягкотканные метастазы на фоне эпилевума начали стремительно разрешаться и сопутствующие токсичность при фигуре третьей степени. Что касается другой иммуно-онкологической терапии, антипедиазин терапия тоже проводилась таким пациентам. Я нашла в литературе еще несколько считанных клинических примеров. Два пациента на неволумабе по поводу метастазической меланомы получали терапию в стандартной дозировке. Оба пациента ответили. Один пациент на диализе, без токсичности принес лечение. Второй пациент после трансплантации почки, почка от Орбис. Эффективность достаточная. Оба пациента достигли ответа. Другая антипедиазин иммунотерапия, пембролизомабка, также применялась у двух пациентов с терминальным нарушением функции почки для лечения метастазической меланомы. У пациента на диализе достиг ответа. Не было токсичности. У пациента после трансплантации почки не было эффекта. И почка, к сожалению, оторглась. Как вы знаете, комбинированная иммуно-онкологическая терапия особенно эффективна, но и особенно токсична. А у пациента с терминальным нарушением функции почек она может быть особенно опасна, если применяется после трансплантации почки, почечной заместительной терапии. И вашему вниманию три клинических примера пациентов различного возраста, самый старший пациент 77 лет, получали в качестве двух последовательных линий иммунотерапии и пелемумаб, а потом нивулумаб или пембролизумаб, которые были назначены в связи с отсутствием эффективности предшествующей иммунотерапии и пелемумабом. Обращаю внимание, что все пациенты хорошо переносили лечение и пелемумабом. Но после начала антипедиадин иммунотерапии у двух пациентов из трех отмечено отторжение трансплантанта. У одного пациента ответ. У одного пациента прогрессирование заболевания. По одному из трех пациентов нет данных по эффективности. Обращаясь к литературе, складывается впечатление, что антиэситило-И4 терапия и пелемумабом более безопасна в отношении трансплантированной почки, тогда как антипедиадин терапия более эффективна, но более опасна в отношении отторжения трансплантанта. Здесь, по данным литературы, у 7 из 10 пациентов, которые получали антипедиадин терапию, включая комбинированную иммунотерапию с антистилой-И4 терапией, было отмечено отторжение трансплантанта. Среди серии клинических примеров, которые я представила, у 8 из 12 объективные ответы. Вероятно, это положительный отбор. Хорошие результаты публикуют с большим желанием, чем отрицательные. Тяжелые осложнения развились у половины пациентов. Это у 6 из 12. При этом у 5 – это отторжение трансплантированной почки. Всего из 8 пациентов с трансплантированной почкой отторжение органов произошло у 5 пациентов. Как влиял диализ у 4 пациентов из 12 на проведение иммуно-онкологической терапии? По всей видимости, никак. Диализная мембрана фильтрует вещества с молекулярной массой не более 5 кгт. Иммуно-онкологические препараты антитела имеют молекулярную массу на уровне 150 кгт. И даже в отсутствии данных фармакинетики мы можем предполагать, что диализ на эффективность этих препаратов не влияет. Так же, как и на токсичность. Таргетная терапия. Ограниченные данные фармакинетических исследований также показывают, что при лёгкой и умеренной степени нарушении функции почки не требуется коррекция доза этих препаратов. Это не влияет на эффективность и не влияет на токсичность. Но данных о больных с терминальным нарушением функций почек по-прежнему систематических нет. Такие больные не включались в клинические исследования. И поиск литературы привёл меня к этому клиническому примеру. Мужчина 78 лет, педостатическая меланома с мутацией, диализ на протяжении 4 лет 3 раза в неделю. Эмпирически была начата таргетная терапия доброфенибом и термитенибом в 50% дозе. Диарея третьей степени. Остановка терапии. Разрешение токсичности. Возобновление таргетной терапии доброфенибом в 25% дозе. Диарея не возобновлялась. Возвращена схема термитениб в 25% дозе. Возобновление токсичности. Диарея третьей степени. Продолжена таргетная терапия доброфенибом в монорежиме 25% от дозы с эффектом, но и кожной токсичностью, которая потребовала возвращения траметиниба в минимальной дозе 25% схемы. Токсичность кожная разрешилась, но диарея снова возобновилась, снова второй степени, которая контролировалась при помощи симптоматической терапии. Пациент продолжил тарпетную терапию обоими препаратами в 25% дозе с частичным ответом через 6 и через 9 месяцев и без новой дополнительной токсичности. Теоретически у пациента с терминальным нарушением функции почек, даже несмотря на диализ, проведение таргетной терапии возможно. У этого же пациента параллельно проводилось фармакогенетическое исследование. Определялась концентрация доброфениба и дремотиниба в плазме крови в день диализа, в день без диализа. И вы видите, на слайде представлены данные концентрации доброфениба, которые существенно не отличались между днём диализа и днём без диализа. Обратите внимание на две нижние строчки. Эти показатели в чём-то схожи с данными других фармакогенетических исследований, которые оценивались у пациента без нарушения функции почек, когда доброфениб изучался и применялся в разных дозах, в том числе и сниженных. Авторы этой публикации делают вывод, что диализ существенно не влиял на концентрацию доброфениба и существенно не влиял на концентрацию траметиниба. У нас есть другие таргетные препараты, веморофениб, которые практически не выводятся через почки. Здесь два клинических примера. Два пациента получали таргетную терапию веморофенибом в 75% и в 100% дозе. Эффективность присутствовала. Какое-то время присутствовала токсичность, снижение дозы. Всё это позволяет проводить таргетную терапию с коррекцией дозировки по мере переносимости. И, коллеги, последний вопрос. Возможно ли таргетная терапия у пациентов после трансплантации почки? Я нашла два клинических примера без особой подробности, но после трансплантации почки двое пациентов получали комбинированную таргетную терапию без эффекта, к сожалению, но и без повреждения трансплантированного органа, без отторжения. Пациент под номером 2 получил и комбинированную таргетную терапию без отторжения органа, получил иммуно-экологическую терапию пембролизумабом без отторжения органа, и сейчас получает иммунотерапию нивулумабом с теремогеном лагерпорепеком, эффективность неизвестна, но тоже без отторжения трансплантированного органа. Соответственно, пациенты с любой степенью нарушения функции почек при наличии метастатической болезни имеют возможность получить лечение иммуно-экологическими препаратами. Диализм не влияет на клиент с этих препаратов. В случае, если имеется трансплантированная почка, риск назначения иммуно-экологической терапии должен соотноситься с ожидаемой пользой. Предполагается, что антистилл-H4 терапия и пемболизумабом более безопасны в отношении трансплантированного органа. Антипедиадин терапия вызывает отторжение почки, к сожалению, у большинства пациентов. Таргетная терапия также эффективна при любой степени нарушения функции почек. К сожалению, нет рекомендаций, как применять таргетную терапию у пациентов с терминальным нарушением функции почек. Эмпирически, в клиническом примере, использовали для начала 50-процентные дозы. Мне кажется, это рациональный подход. Можно оценить эффективность, оценить переносимость и в последующем либо увеличивать, либо уменьшать дозу таргетных препаратов в зависимости от переносимости. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...